вот мы в ладике и друзья павел снимает мы путешествуем сейчас нас осталось трое но мы в тельняшках и я показываю это была у нас улица колонны они не все они полные еще высоты на самом деле были эти колонны вот мы спускаемся на античную улицу нам интересно сейчас не только само по себе устройство мы можем представить как выглядела античная улица нам интересен для понимания нашего важно вот это катастрофа то что произошло потому что с противоположной стороны у нас огромный засып сколько метров сейчас я отойду не примерно посчитай в максимах сколько три с половиной максима три с половиной 6 метров больше шести метров получается 2 метра и это еще недокопанные друзья часть катастрофа видна очень хорошо здесь уже сняли я надеюсь какой-то часть оставят карфагене вообще оставили они до 15 где-то в моментах 2 до 20 метров вот такие вот колонны из такого раствора вот вот этого смеси во после катастроф чтобы показать сколько откопали реставраторы археологи гордились я думаю что здесь тоже был бы смысл если оставит то мы увидим чите какой за нас здесь нет ничего гор мы находимся на вершине 1100 метров никакого селевого потока он полностью исключен и здесь у нас нет нет за но невозможно сюда какой-то цунами исключено чем засыпала перемесила как будто в блендере то что это все на одном и том же месте если мы просмотримся она никуда не смыто она вот здесь просто находится да она видно что слоями ну прям с под наклоном с очень высок видно же вот этот наклон вот 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 мы видим поток но ему не откуда здесь взяться давай еще попробуем обойти а это уже обсыпается потому что он а здесь то еще выше ну это же такое белая вот вот это вот белая масса вот она крошится спокойненько здесь вся керамика плинфа то есть это уже позднее накрыла и город уже больше не пошли до белая прям до кость до кости ну костей немного их сразу убирают вот заверни за угол и такое открывается следующий уровень катастрофы когда не верят мне вот не верить ну какие 6 метров такие 4 метра ну полтора метра больше не откуда грунту взяться для тех кто не верит просто вот показываю вот античная улица чтоб понимали и вот она накрыта это не я насыпал сюда как мне говорят ты сам не не реставраторы не археологи не покорители не дни чингизиды которые здесь проходили монголы не шельджуки никто не насыпал не византийцы жуткое состояние опять у нас ваш слоями как будто сверху посмотри с той стороны вниз здесь тоже сверху вниз как будто от центра это все идет лучи с угла то есть если странную форму имею что сыпали сверху и она растекалась в обе стороны заливали мне когда говорят такое я говорю не может этого быть но откуда она в таком количестве возьмется но тут четко видно с той стороны один угол наклона мы все посредили следы страна отсюда вот и четко рисуется центр этого засыпал но я немножко в шоке еще улицу сразу с ними посмотри чтоб чтоб мы понимали перед нами плиты отлично обработанные подогнанные к друг другу плиты даже уровень пола великолепнейший был смею предположить на нет это не бассейн я бассейн и такие видео но это у нас видимо замыкает вот тот огромный огромную площадь у города ладике которого который больше похож на театр ой на санаторий вот эта игра уже потом позднее кто-то уличные мощи ребятишки может уже кто по кто позднее кому разрешили было позволено это делать вот они я не помню как она устроена в интернете есть античные игры ну вот у нас вот здесь и вот здесь вот две фишки на своего рода поле крестики нолики условные говорят черные белые камушки точно также брали их было лимитировано вот здесь лежали вот здесь они жили вот христианские символы это все уже позднее набитая криво выдолбленное несравнимо с тем вот покрытием которое здесь перед нами не сравнимо с этими колоннами сравнимо и с чудовищным засыпом вот здесь опять как будто волны прескались с этой стороны отсюда она опять идет начинает с этой стороны меняется направление вновь у нас уходит очень явно и засып тоже идет целыми слоями раз прям керамический явный свой здесь очень мелкая прям фракция мелкая мелкая все здесь крупнее поэтому выделено там очень мелкой там вообще хорошо там снова у нас керамика причем мы не знаем когда это что уничтожила нечему уничтожить в этом месте нет ни сели нет ни цунами цунами высоко сель ничего не предполагается нет гор для того чтобы им сойти мы на вершине столбовой горы находимся вот смотрите сами что-то повела здесь углядел вот тоже паша у нас на засыпи я сделал фотографии добавлю что здесь кости кости да причем состояние у них уже все она через было до зуб жуть где-то здесь и вон еще тоже кости ну зуб человеческий или нет ночь похож похож на человеческий паш ну это же не на одном месте мы понимаем такой заместный этот амрамор мы понимаем что в таком замесе у нас вот павел сейчас находится тоже у этого чудовищного по размерам да вот наконец-то мне теперь будут доказательства говорить что здесь ты говоришь у тебя метр восемьдесят до высота сто семь ну условный метр восемьдесят да ну около шести метров мы наверное можем до примерно шести метров когда добавлять разнонаправленные конечно кости были тут ничего не уцелело кто мог выжить поэтому мы не удивляемся что перезаселяли здесь же посмотри вот у нас обработанный вот этот мрамор который полировка бы вошла вот она у нас здесь у нас более тонкие кусочки вот они уже в ничто превращенные то есть то есть чего потом мозаика после очередной катастрофы делали здесь жип линфа удивительно да я надеюсь что реставраторы поступят археологи точнее кто тут раскапывает не реставраторы поступят мудрые оставят для понимания если бы это был было бы не площадь еще можно и представьте еще смыло туда в долину это сколько всего поэтому это объясняет куда делать половина стадиона ее просто засыпала а потом смыла кости будут здесь очень много костей просто они видел состояние их они его рассыпаются их даже прикоснуться к ним нельзя поэтому большинство костей уже изначально просто это блендере молотила вот галь а вы здесь да мы изучаем как как ранее это они на поверхности находятся мы посмотрели как мальчишки рисовали на колоннах уже византийские мальчишки себе нас настольные игры настольные игры нет крестики нолики делали играли и посмотрели катастрофу вот это же все засып 6 метров к смотрите какое как интересно с той стороны туда протекал с этой стороны прям волны видны засыпай этого очень четкие линии как будто здесь плескалась эта жижа в одном месте стоит там туда утекал как будто лили сверху и она растекалась в обе стороны если посмотреть по периметру ой по периметру с угла да вот когда уберут когда уберут 8 10 метров тогда появится тогда у нас появится истинная античность тогда мы найдем а сейчас колонна какая у вас рядышком какая у вас полированная да из какого красивого до какого красивого мрамора колонна да но это керамика из из весь отложение да вот она лютая страшная потом все это уже в забутовку шло сверху что-то строилась вот произошли на югах наводнение они просто вся ли спрашивает для что будет откапывать дома не горит но нет придется строить новые сверху а здесь то нет гор здесь нет сель исключен полностью вот нарочно показываю что здесь у нас равнина но сам засыпь это же засыпь весь структуру его посмотрите линии вот эти напроко движение этой жижи она на месте топталась в разные стороны растекалась сверху вон она и поэтому галь мы можем объяснить куда пропал половина стадиона его просто снесло этой жижей туда вот он засыпь как раз на уровень практически на уровень колонн это еще может быть даже под откопали а после того как удивительно да вот они все это конечно тут никто не выжил цивилизация перезаселялась лишь потому что носители ее были уничтожены невозможно тут выжить это все тут молотила тут кости рассыпаются потому что они как в блендере перемолотые впечатляет в тенечек . повернитесь сфотографируя вас около засыпки а я с холодными а вам просто не поэту будет рассказать я видел шестиметровый засып в три галли я видела засыпки в три с половиной даже а вам не поверят все-таки смущают меня от размеры этих странных ворот придумали это все сейчас реставраторы не такие не были размером а вон они видны размер это не повыше конечно были он никакие были это уже сейчас ограничили в то что прямоугольных то есть квадратных ворот в античности у нас есть очень четкий канон 2 и умножаем на на 3 тогда мы получаем пропорцию примерно два с половиной к семи у нас ойк к пяти шести метров тогда получается нормально вот вровень с колоннами засып примерно ведь был по высоте если смотреть город сразу накрыла до вровень с колоннами и по таким засыпам и вот и мы сами все живем на таких засыпах не знаем что у нас там находится под нами как и большинство народов и культур ой как какая какая святая античность какой вазон да и вот она вышла вот галь здесь даже раскопки до сих пор сохраняя сохранилась видно как они снимают это слоями убирают вот этот засып у нас примерно 6 7 метров все это рухнуло все это было уничтожено это было да даже опять недоработка тут вот вообще не до недоработанные вещи но они еще такие совсем некачественные может это уже дадим сказать что это византийцы нет давайте посмотрим вазу которые пытались пилить или что с ней делать трудно трудно предположить что вообще что химичили с этой вазой что с ней пытались вообще из и совершить какое-то действие что за надругательство над ней было она за что-то пытались прикрепить вот сюда потом пробили не знаю даже не могу не могу версии пока предположить каких-то в с этим вазоном точнее можешь правда хотели делать вазу а вот так интегрированы у нас колонны в стену это до барельефа чудесный амурчик с крыльями и колонны вот так выглядит катастрофа с одной стороны огромный засып 6-метровый с другой стороны мир после катастрофы восстановления и вновь падения потому что все это накрыло как восстановление попытка восстановиться святая античность у нас святая седая античность никак нам не дает покоя линфа вот это последняя катастрофа которая уже визу поставила окончательную точку в античном мире она легкая достаточно это вся глина точнее керамика все-таки да не глина вот тут немного песка в основном у нас вот такой вот грунт и никогда бы вы не догадаетесь что у вас античный город находится под таким вот слоем засыпа вот его пытается снимать частично убирать выравнивать вот что у нас происходит а вот мы находимся сверху а да вот вычищают вот это жижа вот шел этот поток вот он хорошо виден поток это все накрыл снес поток шел волнами самые разными откуда он шел мы не знаем потому что там между горами вот теми дальними и здесь этой столбовой столовой горой у нас огромные ущелье где бы он должен остановиться был ну как сфотографируйте пожалуйста с вышины сфотографируйте с вышины а я вас со своей с высоты катастрофы сфотографирую прелесть и чудовищно конечно вот он прям тёк 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 стадион снес все это накрыл очень хорошо видно здесь еще похоже выше было сейчас вот они убирают там у нас оттуда не откуда сера взяться откуда такая волна на такой высоте даже цунами она несет воду она несет какие-то массы но она не несет сплошную массу вот этой глины и и бы снести должно она здесь именно осталось остановилась вот так огромный прекрасный город просто взяли и засыпали сверху разрушили уничтожили сделали и предали забытью если бы не раскопки спасибо тем кто это совершает я может быть иногда ругаю реставраторов или археологов и я не прав но это большое дело потому что мир нам открыт ладикея обязательно тем кто не верит в многометровые засыпы вот она так ухты вот все огромные опять у нас золотое сечение изображено на балясине опять роскошный огромный портик как вы думаете что с тем вазоном пытались сделать почему так пропилен диаметр колонн метровый представить вставить закрепить но так закрепить не а вода чинут игру что-то пытались приспособить уже позднее крепление но он могла да но это шишка к это или что-то еще было допустим я вот про это имею ввиду с какой целью могли разрезать здесь это ну вот ее ведь вот и высверливали вот же тут же вот это же вот проходили вот эти точки тоже сверло это же не сколы предлагаю в тенечек в зайти под ту крышу где у нас мозаики и что-то еще есть потому что город очень большой вот в ту сторону есть еще на я боюсь что мы просто сваримся в этом плане ну вот а в дидиме это будет еще вот столько ровно два раза в сардах будет чуточку поменьше чем от дидима на 20 сантиметров в диаметре и сарды вы точно также засыпаны на вот эти вот 6 метров к нам хотя бы горы есть пытается объяснить хотя засыпание на глиной с кварцем кварцы вот такие вот кусочки полностью перемешаны с глиной никакой керамики ничего такого нет там тоже пытается раскапывать но это еще только-только попытки пойдем под крышу то посмотрим вот туда без солнца немножко охладимся и можно к выходу двигаться ой ладики и вот никто вне дрины когда мне так никто и чтоб никто не догадался что эта песня тебе засыпала накрыла вот это все это еще низ еще выше было и туда и снизу вот туда стадион поэтому половину стадиона мы нашли на камня на камне поэтому обижаться на них что они городили из чего не попадя они как вообще не выжили да не выжили после такого засыпания никто не выжил это заново заселяли